Всем здорова, с вами Лёха, басист группы Dead Birds. И мы друг друга даём послушать что-то новое или интересное. Сегодня Серёга мне даёт посмотреть инвертор «Красное». Я за ними следил года три назад. Я, кстати, подписан на барабанщицу в играме, в которые не захожу уже больше года. Но она играет круто. Именно из-за неё я, кстати, начал за ними следить. Чё, будет предисловие у тебя? Мы же недавно о краске обсуждали касательно того, что русская металлсцена должна не существовать, а жить. И вот благодаря таким ребятам, как инвертор, она именно будет жить. Потому что они очень неординарные. Несмотря на то, что это тоже металл, это тоже тяжёлая музыка, тоже экстрим-вокал, тяжёлые барабанные партии и так далее. Это всё равно при прослушивании каждый раз не то, что ожидаешь услышать. И поэтому я тебя, собственно, и решил их поставить. Ну давай, погнали. Начало уже хорошее. Вспоминается группа Ермак, если честно. Сразу. Прикинь. Всё, всё. Это вырезки? Да. Монтажёр пошёл в ход. И я скажу, что это патриарх Алексий, короче. То есть это не Кирилл, который сейчас у нас. Ага. Ну, насколько я понял. Может быть, отсылка к чему-то? Ну, не то, что подсылка, а прикол в том, что ещё найти такой видеоряд, это надо постараться в телевизор туда засунуть. То есть я не знаю, притречено это или нет туда. Я просто к чему? У них типа есть белое, синие, красное. А-а-а. И, наверное, типа, как я для себя собрал, это что-то, что отсылающее к российской государственности. Типа такое. И вот концептуально это ультраинтересно. Это очень круто сделано. Надо будет. Ну, короче, заинтриговал. Это явно отличается от того, что я слышал раньше. Мне прям, ну, как-то такое, оп, оп. Ещё стоп тайм, там, где надо. Вот поэтому, да, с точки зрения музыкальности я был уверен, что тебе зайдёт тоже, да. Подожди ещё 40 секунд. А, это мне, это вообще моя любимая тема. Понял? Типа из-за угла как бы начинаем. А я не понял, а чё так мало кадров барабанщица-то? Девчонка едёт, на самом деле. Да, она очень круто играет. Она, ну, не первый год в этой сфере. Но пока я вижу только вокалиста и гитариста, насколько я понял. Ну, и чувака, который перед телеком там бухает. Ему вообще уже плохо. Это и есть Настя, на самом деле. А вот Настя. А, теперь понял, почему. Видимо, да. Ну, отсылка прикольная у них. Я так хочу взять. Типа. Голос моя, я все тебя собрал. С тебя искал в холодильнике. Но вокалист не перестал ходить, как слонопотам и медведь. Вот, просто, понял? Он там вот так вот ходит, вот так вот. Ну, я не знаю, может, это фишка. Ну, мне это, опять же, субъективное мнение, мне это не очень нравится. Но, по крайней мере, то, что происходит в клипе, я пока понимаю, о чем речь идет. Я просто озвучивать не хочу. О, это, короче, у периферии есть трек. Прям, вот, прям один в один. Ну, не, не совсем, но очень похоже. Ну, он качевый пипец вообще. Они бы могли, как Морген, продать логотип красного-белого. А клип год назад, да, вышел, получается? Бас хорошо, очень записан, кстати. Он прям как надо. И партия очень интересная. Он не чисто нули играет, да, как пацаны, а он там прям наигрывает. Гармонию очень красивую достаточно, которая сливается в нули вместе с ними. И он там типа такой хоп-хоп-хоп. И в комбинации это очень прикольно слышится. Короче, отсылку я понял, учитывая, что год назад это снято. Я озвучивать не буду, о чем клип. Но, возможно, я догадался. И странно, и печально, но и прикольно. Вот такое у меня. Честно, хочется уже какого-то развития. Типа, знаешь, вот по кругу одно и то же, одно и то же. А я знаю, что они могут что-то новое прям привнести в композицию. А то кач, 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 кач. Вот это вообще люто сейчас. Прикольно они сделали. Очень просто. Блин, тут, короче, в сведении немножко... Короче, у меня критика пошла. Не знаю, здравая или нет. Я, короче, пацанов понял, почему они так написали. Видимо, они ожидали на сведении, что будет по-другому. Я просто слышу, что гитары сейчас играют. И на сведении это можно было бы раскрыть. А это все как-то вот в одну кучу собралось. Обидно, возможно. Может, я не прав, не знаю. Ну да, вот прям... То, что гитары... Типа диссонансами играют немного. Да, да, я прав. Учитывая, что еще сэмпл пошел гитарный, да. Это должно было звучать по-другому немножко после сведения. Вот то, о чем я говорю, что типа не хватает развития. Типа кач, кач, кач. Причем Настя, она даже ритм не меняет. Не ту степ, вот все в одну точку бьет. Понятное дело, что есть отбивки, там сбивки и так далее. Но если бы сведение немножко по-другому было, оно бы раскрылось иначе. Не знаю, прав я или нет. Если вы смотрите, напишите в комментах. Так оно или нет. Ребят. Да ладно. Я так и знал, сука. Но зачем? Ну блин. Да не. Это печально. У-у-у-у, Настюха. Охренеть она. Это типа задумано так было? Я думаю, да. Там в конце, короче, как она начала замедлять свой переход. Да, мне типа, мне как барабанщику тоже заходят вот такие вот приколюхи. Ну, короче, они радикалы. Я не думал, что так. Меня это, если что, не расстраивает. Ну, как бы, каждому свое. О, знаешь, в чем прикол? Они шрифт еще на телеке сделали, подобрали, типа, а-ля подславянский. Очень похоже на их логотип. Тоже прикольно. Красное. Настюха молодец. И пацаны тоже. Ну, блин, жалко мужика, конечно. Ну, ладно. Пусть будет так. Это их творчество. Ну, отсылка лютая, на самом деле. Это... Они подняли вопрос от соображения вообще населения того, чего происходило раньше. Вот эта внутренняя борьба, то, что показано было сейчас в клипе, она очень неплохо передана. Но я не понял, почему... Ну, типа, скажем так, вот этот мужик, который бухает, это что-то вроде личности, или это все-таки духовное? Я думаю, это символ. Но если это символ, тогда это печально очень. Пацаны передали все то, что, ну, они хотели, и текст очень такой, довольно сильный. И визуально это очень хорошо передается. Предпродакшн для металла очень хороший был. Режиссеру удалось передать то, что ребята имели в виду. У меня вопрос к сведению, так ли оно или нет. То, что... Ну, то, о чем я говорил в момент прослушивания. Но это сильная работа. То, что я слышал года три, там, четыре назад, когда я их впервые услышал, я послушал годик, и все. И, типа, больше к ним не возвращался. То сейчас это немножко другое. Хотелось бы, я не знаю, какая у них аудитория, чуть-чуть музыкальности. Вот сведение, возможно, оно бы решило здесь. То есть я услышал, что ребята хотели сыграть, но я не услышал полностью передачи после сведения. А так вообще я кайфанул. Да. Очень сильная работа.